Белорусско-украинские погранпереходы могут готовить к открытию. Из-за плохого транспорта жители Вилейки будут ходить на работу в Молодечно и Минск пешком. Составлен рейтинг городов и районов Беларуси по уровню зарплат. Минск проиграл. Подробнее во всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. На белорусско-украинских погранпереходах ведутся работы, которые могут указывать на планы по открытию границы. На сервисы государственных закупок появился запрос о предоставлении услуги на обслуживание автомобильных весов на республиканских пунктах таможенного оформления «Новая Гута» в Гомельском районе и «Новая Рудня» в Ельском районе Гомельской области. Закупка предполагает проведение калибровки, контроля, тестирования и гулировки узлов и деталей автомобильных весов с использованием материалов исполнителя до конца ноября 2023 года. На настройку четырех устройств планируется выделить почти 20 тысяч рублей. Напомним, летом этого года на таможенном пункте «Новая Гута» также проводилась проверка рентгенов. Естественно, причиной работ с оборудованием может быть и обычное регламентное обслуживание техники, но подобные закупки по проверке средств измерений должны были и состояться перед самым началом российского вторжения в Украину. Тогда их не проводили, так как именно через «Новую Гуту» и «Новую Рудню» в феврале 2022 года беспрепятственно двигались оккупационные войска. Жители Велейки готовятся ходить на работу в Молодечно пешком. Проблема в состоянии общественного транспорта, соединяющего два райцентра. Например, на днях автобус «Великомолодечно» сломался и не довез пассажиров до конечной точки маршрута. Водитель просто сказал, что лопнула рессора. Никакой замены поломанному транспорту никто не прислал, да и ждать ее люди не стали, так как спешили на работу. В итоге несколько десятков человек шли в город по обочине трассы как паломники. Сами участники похода считают, что водители здесь ни при чем, так как они ездят на тех машинах, которые им выдают в автопарке. Поэтому проблема старых автобусов, которые могут сломаться в любой момент, системная. Но самое главное, что раньше между городами ходили маршрутки. В августе этого года без объяснения причин их отменили, а на рейс поставили старые пазики, которые не только не вмещают всех желающих уехать, но и ломаются постоянно. На коллективные жалобы горожан реакции тогда не последовало. Теперь поступает информация, что также будут отменены и маршрутки на Минск. И снова пострадают исключительно пассажиры. Полине Шаренда-Понасюк присудили еще один год и три дня колонии. Такой срок и запрашивал прокурор по ее делу. Полина, которую задержали 3 января 2021 года, должна была выйти на свободу прошлым летом. Но ее приговорили к еще году колонии. В апреле против женщины завели уже новое дело. Снова зазлостное неповиновение администрации колонии. На свободе ее ждут муж Андрей и двое маленьких детей. В последнем слове Шаренда-Понасюк сравнила события 2020 года в Беларуси с восстанием Костуся-Калиновского. По словам политзаключенной, люди, которые жертвуют собой ради независимости и демократии, будут названы в Новой Беларуси героями, а тех, кто их сейчас пытает, ждет суд. Беларусь обязательно будет свободной, но для этого нужно бороться, не опускать руки, сказала за скамьи подсудимых Полина Шаренда-Понасюк. В Гродно убрали уличные указатели с латиницей. Компанию против них начала в прошлом году пророссийская активистка Бондарева. Свои действия она объяснила тем, что защищает страну от коллаборационистов. Теперь инфоказачки должно быть в восторге, потому что туристов, приехавших в город, теперь встречают пустые столбы без указателей. В апреле этого года было принято постановление о передаче названия географических объектов с белорусского и русского языка на другие языки. После этого латиница стала исчезать с некоторых остановок в Минске, а также с вывесок в метро. Ну а на днях это коснулось и гродинских указателей. В целом, власти поставили задачу полностью убрать латиницу с дорожных знаков и указателей в Беларуси до конца 2023 года. Появился рейтинг городов и районов Беларуси по уровню зарплаты у населения. Он составлен, согласно официальным данным, по средней номинальной начисленной оплате труда за август бегущего года. Это значит, что речь идет о деньгах еще до вычета налогов и различных взносов. На руки белорусы получают значительно меньше. Тем не менее, лидером стал Солигорский район, в котором в среднем жители якобы зарабатывают 2728 рублей. Следом идет Минск и Минский район с отставанием в зарплате примерно на 200 рублей. В топ-10 также попали Островецкий, Речицкий, Держинский районы и города Жодино и Новополоск. Закрывают перечень лидеров Светлогорский и Смолевический районы с показателями средней номинальной начисленной зарплаты в 2016 и 1990 рублей соответственно. А теперь, внимание, вопрос. Насколько эти суммы приближены к тому, что зарабатываете вы? Пишите в комментариях, если это для вас безопасно, или в наш анонимный Телеграм-бот. В Березе задержали двух сотрудниц местного предприятия, которые пытались вынести с работы 10 килограммов мяса под одеждой. Внимание милиционеров они привлекли при выходе с предприятия. Выяснилось, что под одеждой у них были спрятаны целлофановые пакеты с мясом. Одна из правонарушительниц уже вынесла с предприятия и спрятала в своей машине более 30 килограммов говяжьей вырезки. Общая сумма похищенного составила более 570 рублей. В отношении женщин проводится проверка. Как всегда по будням у нас выходит рубрика «Горячий комментарий». В новом выпуске обсуждаем непрекращающиеся учения, призыв на службу даже с серьезными заболеваниями, а также изменение законов под запросы военного времени. К чему Лукашенко готовит страну? Придет ли война в Беларуси? Ответы на многие другие вопросы вы найдете по ссылке в описании к этому видео. На этом у меня все. Благодарим вас за лайки, комментарии, подписки. До встречи завтра и живи Беларусь! Субтитры создавал DimaTorzok